Тема лекции – артериальная гипертензия у детей и подростков. Артериальная гипертензия – это состояние, при котором средний уровень систолического артериального давления и диастолического артериального давления рассчитаны на основании трёх отдельных изменений больше 95% кривой распределения артериальной гипертензии популяции для соответствующего возраста, пола и роста у детей до 16 лет. В 16 лет и старше артериальная гипертензия определяется при повышении систолического артериального давления более 140 мм в тут на столбах или диастолического артериального давления более 90 мм в тут на столбах. Актуальность. Артериальная гипертензия в настоящее время является одной из наиболее актуальной, широко обсуждаемой проблемой клинической медицины. Это заболевание является величайшим в истории человечества неинфекционной пандемией, определяющим структуру сердечно-сосудистой заболеваемости. В связи с этим артериальное давление должно ежегодно измеряться у детей и подростков старше трёх лет. Классификация артериальной гипертензии у детей и подростков в зависимости от степени повышения различает следующую категорию артериальное давление. От 0 до 15 лет и 16 лет и старше. От 0 до 15 лет систолическое артериальное давление нормальным считается 90 мм в тут на столбах ниже. Гипертензия в первой стадии 95-99% плюс 5 мм в тут на столбах. Гипертензия в второй степени повышения артериального давления более 99% плюс 5 мм в тут на столбах. Артериальное давление у детей старше 16 лет и старше. Нормально считается 130,85 мм в т. ст. Гипертензия – это повышение артериального давления более 140, это систолическое и диастолическое более 90. Гипертензия первой стадии – повышение артериального давления от 140 до 150, систолическое и диастолическое – 90-99 мм в т. ст. Гипертензия второй стадии у детей старше 16 лет считается повышение артериального давления более 140 и 179, диастолическое – 100-109. Классификация артериальной гипертензии по этиологии. Различают первичную или эссенциальную артериальную гипертензию как самостоятельное заболевание, при котором основным клиническим симптомом является повышение систолического или диастолического артериального давления по неустановленным причинам. Вторичная или симптоматическая артериальная гипертензия – повышение артериального давления обусловлено наличием патологических процессов в различных органах и системах. Среди детей наиболее часто встречаются вторичные или симптоматическая артериальная гипертензия. Вторичная артериальная гипертензия может быть ассоциирована с поражением почек. При таких заболеваниях, как ренопаринхематозный, острый или хронический ламер-лунифрит, рефлюкс-нефропатия, обструктивная уропатия, поликэстоз почек, опухоль беницы, системные заболевания соединительной ткани, гемолитико-уримический синдром может проявиться вторичными проявлениями артериальной гипертензии. Реноваскулярного характера артериальная гипертензия – это гипоплазия, истиноз почечных артерий, тромбоз почечных артерий или вен, аневризма почечных артерий. Ассоциированная может быть артериальная гипертензия с поражением эндокринной системы, при таких заболеваниях, как синдром Итсенга-Кушинга, феохромоцитома, болезнь Кона, гипертериидизм. Следующий вариант артериальной гипертензии вторичный. Считается медикаментозная артериальная гипертензия на фоне приема симпатиками медиков, на фоне приема стероидных гормонов, отравления тяжелыми металлами. Причины артериальной гипертензии у детей в зависимости от возраста. В зависимости от возраста, от 1 года до 8 лет, может быть такие заболевания, как паранхематозные заболевания почек, реноваскулярная патология, эндокринная патология, эссенциальная гипертензия. У детей от 9 до 18 лет встречается часто паранхематозные заболевания почек, эссенциальная гипертензия, реноваскулярные патологии, а также эндокринные заболевания и каортация аорты могут привести к повышению артериального давления. Предосполагающим фактором к ретвитию артериальной гипертензии являются следующие факторы. Это семейный анамнез. В семейном анамнезе большое имеет значение гипертензия у близких родственников, кардиоваскулярные и тереваскулярные заболевания, сахарный диабет в семье, ожирение, наследственные заболевания почек, особенно полипистос почек, может также способствовать развитию артериальной гипертензии. Большое значение имеет наследственные заболевания и наследственные заболевания эндокринной системы, которые могут тоже спровоцировать развитие артериальной гипертензии. Также неврологические заболевания тоже являются одной из причин предисполагающим фактором развития артериальной гипертензии. Критерии диагностики артериальной гипертензии. Особое внимание необходимо уделять семейному анамнезу. Первое. Наличие гипертензии у близких родственников, кардиоваскулярно-церегораскулярные заболевания в семье, сахарный диабет, ожирение, поликистоз почек в семейном анамнезе, наследственно-эндокринные заболевания и самое тяжелое заболевание, феохромоцитома, адестеронизм тоже являются основной причиной развития артериальной гипертензии. Симптомы, свидетельствующие о вторичной гипертензии. Такие симптомы встречаются при повышении артериальной гипертензии, как дезурия, жажда, полиурия, нектурия, гематурия, отеки, потери массы тела, задержка полового созревания, сердцебиение, у ребенка может быть потливость, лихорадка, бледность, покражнение кожи, холодные конечности, перемежающаяся хромота, все эти симптомы свидетельствующие о вторичной артериальной гипертензии. Для уточнения диагноза вторичной артериальной гипертензии проводятся инструментальные методы исследования, такие как регулярное измерение артериального давления, амбулаторное суточное измерение артериального давления, электрокардиограмма, эхокардиоскопия, УЗИ надпочников осмотра глазного дна являются основными методами инструментального исследования. Для уточнения диагноза артериальной гипертензии также проводятся следующие анализы. Общий анализ мочи, возможно в анализе мочи протонурия, белок мочи, ликоцитурия, микро-макро-гематурия. В биохимическом анализе крови возможно повышение креотинина, плазмы, мочевины, электролитов, мочевой кислоты и глюкозы. Липидный спектр может быть, изменения тоже большие. В виде повышения липидов высокой плотности, в виде липидов низкой плотности происходит между липидом высокой плотности и низкой плотностью дисбаланс. Гормоны щитовидной железы тоже большое значение имеют в манифестации артериальной гипертензии. Возможно повышение тиротропного гормона, Т3, тироксина и Т4 и антитела к тиротропному гормону, антитела к паратиротропному гормону. Показания к проведению суточного монетарирования. Показанием для проведения суточного монетарирования у детей является скрытая артериальная гипертензия. 2. Диабет, сахарный диабет 1-2 типа. Хроническая болезнь почек. Тяжелое ожирение в сочетании с нарушениями дыхания во время сна. Лечение пациентов с хронической болезнью почек. 2-4 стадия. Примерно 50% случаев удается достигнуть положительной динамики артериальной давления на фоне монотерапии. Стартовым препаратом являются медикаменты из группы блокаторов ленин-анкотензиновой системы. При отсутствии эффекта от монотерапии необходимо проводить комбинированную терапию. Это ингиби 3-АПФ, плюс диуретики, плюс блокаторы кальциевых каналов. 3. Дифференциальный диагноз артериальной гипертензии проводится следующими заболеваниями. 4. Ренноваскулярной гипертензии, феохромоцитомы, первичным альбестеринизмом, синдромом Эстинга-Кушинга, кавортация орта и гипертиреидизм. 5. Алгоритм лечения артериальной гипертензии на амбулаторном уровне. На амбулаторном уровне большое внимание обращает нужно на режим. 6. Изменение образа жизни у детей, особенно у кого имеется повышенное артериальное давление. У детей и подростков с повышенным давлением является первым шагом в терапии артериальной гипертензии. 7. Исключить табакокурение, обеспечить физическую активность, контролировать индекс массы тела. 8. Необходимо соблюдать еще диету. 9. Избегать избыточного употребления сахара, газированных напитков, насыщенных жиров. 10. И предпочтение дается овощам, фруктам, зерновым продуктам. 10. Необходимо соблюдать на фоне повышения артериальной гипертензии физическую активность. У детей от 5 до 17 лет в течение суток должно быть не менее 60 минут физической нагрузки, от умеренной до сильной интенсивности. Большая часть физической нагрузки в течение дня должна быть аэробной. 11. Малоподвижный образ жизни не более 2 часов в день. 12. Участие в спортивных соревнованиях противопоказано только при наличии неконтролируемой высокой артериальной гипертензии. 13. Рекомендации по изменению стиля жизни, направленные на снижение артериального давления. 14. Необходимо изменить модель поведения ребенка, соблюдать физическую активность и диету с учетом индивидуальных и семейных особенностей. 15. Вовлекать родителей и членов семьи в качестве партнеров в процессе изменения модели поведения. 16. Обеспечить окружающую среду свободную от табакокурения. 17. На протяжении всей жизни исключить материнское курение. 17. Кроме артериальной гипертензии встречается резистентная артериальная гипертензия. 18. Резистентная артериальная гипертензия диагностируется все терапевтические мероприятия, включая модификацию образа жизни и трехкомпонентную антигипертензивную терапию. 18. Один из пропиратов диуретик не приводит к адекватным снижениям систолического и диастолического артериального давления. 19. Резистентная артериальная гипертензия. Это состояние сопряжено с высоким риском сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. 20. Наиболее часто причиной резистентной артериальной гипертензии являются гламиролонефриты, почечная недостаточность, сосудистые генетические заболевания, а также опухоли головного мозга. 21. Выбор антигипертензионного препарата необходимо проводить с учета и теологии артериальной гипертензии, а также сопутствующих клинических состояний. 22. Показания для плановой госпитализации. 23. Для плановой госпитализации подлежат следующие дети. 24. При выявлении тяжелой артериальной гипертензии, при отсутствии эффекта от амбулаторной терапии, при наличии осложнений, для выявления причин артериальной гипертензии, при подозрении на вторичный генез артериальной гипертензии. 25. Показания для экстренной госпитализации. Показанием для экскридной гипертонизации является гипертонический криз, нарушение мозгового кровообращения, дети первого года жизни с артериальной гипертонизацией и особенно острая сердечно-сосудистая недостаточность. Показанием для экскридной гипертонизации является гипертонизацией. Показанием для контроля артериальной гипертонизации является ингибиторой АПФ и блокаторой рецепторов ангиотензина. Тактика лечения на стационарном уровне. Немедикаментозное лечение. Режим общий в зависимости от уровня артериального давления и поражения органов. Диета стол 10. Выбор антигипертензивного препарата необходимо проводить с учетом метеологии артериальной гипертензии, а также сопутствующих клинических состояний. Тактика лечения на стационарном уровне. Терапия на стационарном уровне направлена на стабилизацию гипертензивного криза и дальнейшего подбора оптимальной медикаментозной терапии. При злокачественных резистентных формах, детальной дообследовании, подборе антигипертензивной терапии, иммунотерировании ее эффективности. Тактика лечения на стационарном уровне. Кроме того, применяется медикаментозное лечение. При подборе антигипертензивной терапии пациентам в условиях стационара в стабильном состоянии используются антигипертензивные препараты для экстренного снижения артериального давления у детей и подростков. В случае наличия у пациента гипертонического криза, экстренной ситуации, либо тяжелой артериальной гипертензии без острой дисфункции органов мишени, неотложной ситуации. И гипертензионный криз определяется при повышении артериального давления на 20% выше уровня артериального давления, который соответствует артериальной гипертензии второй степени. Медикаментозное лечение. Тут перечень медикаментов написано, которые назначаются в начальной стадии артериальной гипертензии. Ингибитор АПФ. Чаще всего мы назначаем ЭНАЛ, ЭНАП, ЭНАПРИЛ. Доза 0,08-06 мг мастер тела 2 раза в день. Фозанаприл. Тоже ингибитор АПФ. 0,1-06 мг мастер тела 1 раз в день. Доза максимальная 40 мг. Блокадный рецептор фанготензина. Лазертан. 0,7 мг мастер тела до 50 мг 1 раза в день. И максимальная доза лазертана 1,4 мг мастер тела до 100 мг 1 раз в день. Блокадный рецептор. Блокадный рецептор. Возначается тоже из расчета 0,4 мг мастер тела. Суточная максимальная доза 40-80 мг 1 раз в день. При хорошем эффекте, по терапии, где видят достижение целевого уровня артериального давления, возможно снижение количества принимаемых препаратов и их дозу. Индикатор эффективности лечения Главным показателем эффективности проводимой терапии является достижение телевого уровня артериального давления, соответствующего полу и возрасту пациентов Показания для плановой госпитализации Показанием для плановой госпитализации является при выявлении тяжелой артериальной гипертензии При выявлении причин артериальной гипертензии на подозрении на вторичный генез АД При отсутствии эффекта от амбулаторной терапии тоже проводится госпитализация плановая И при наличии тяжелых осложнений экстренная госпитализация Показания для экстренной госпитализации Гипертонический криз, острая сердечно-сосудистая недостаточность Нарушение мозгового кровообращения И дети, особенно дети первого года жизни с артериальной гипертензией, нуждаются в экстренной госпитализации Дети с гипертензионным кризом должны переводиться в отделение реанимации, интенсивной терапии для проведения полноценного мониторинга витальных функций Рекомендуется скорость снижения артериальной давления в течение 6-8 часов, не более чем на 25% от запланированного снижения с дальнейшим постепенным снижением Рекомендации по динамическому наблюдению подростков с артериальной гипертензией Мониторирование регулярного измерения артериальной давления всем пациентам, получающим антигипертензионную терапию в домашних условиях В состоянии, при которых рекомендуется постоянный контроль артериального давления Суточное монетарированное артериальное давление проводится во время приема антигипертензионных препаратов При подозрении на резистентную артериальную гипертензию у пациентов с диабетом, с хроническим заболеванием почек И осмотр глазного дна рутинно у всех пациентов проводится при наличии поражений органов вмещения и при наличии предшествовавших отмерений Один раз в год или же один раз в шесть месяцев Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok